Дорогие друзья, третья серия нашего видео о наших находках у девочек в антикварном магазине, у Кристианы и Юлианы. Вот такой великолепный сервиз, который мы уже купили практически, когда уходили. Вот Хуберт мне подсказывает, что вот этот сервиз 1914 года, я вам даже покажу, у нас книжка немного пришла, надо ее немного подклеить, и вот эта страничка, мы очень часто Хуберт пользуются этой книгой, а переплет не очень удачный, 1914 года, немецкая ноу-фактура Хайних энд Ко, и ноу-фактура, конечно, знаменитая, встречается нечасто уже, скажем так, и сразу видно, что по форме, по декору, что эта вещь, конечно, антикварная. Посмотрите, какие гирлянды цветов спадают вниз изделия. Красивый квадратный, такая геометрия у нас прослеживается на этом сервизе. Также красивая крышка. Ну, к сожалению, всего 5 чашечек и всего 4 десертной тарелки, то есть сервиз, конечно, не полный. Это большая редкость, чтобы найти антикварный сервиз, и чтобы он был, конечно, в большой комплектации. Ну, вот, все равно взяли, потому что, конечно, он красивый и встречается крайне-крайне редко. Давайте я вам покажу сахарницу поближе, чтобы вы могли полюбоваться. И покажу вам мануфактуру. Вот, обратите внимание. Очень-очень красивая вещь. Так, ну, и такой вот чайник. И опять кобальт. Хочу показать вам тоже эксклюзивные вещи, можно сказать так, потому что встречаются они нечасто. Часто вот такой формы листики. Это вот такие небольшие блюда в форме листиков. И первый больше похож такой на осиний, ой, осиный. На березовый, на лист осины. И это тоже баварская мануфактура в изумительном состоянии. Посмотрите, какие розы. Очень красивые изделия. И второй, это такой вот больше напоминает, ну, может быть, кленовый. Тоже лист, довольно-таки глубокое блюдо. Где-то в размере 20 см, может быть, 19 см. Тоже в изумительном состоянии. 24-кратное золото покрытие. Ну, и вот такой подсвечник. Рисунок вам уже, конечно, знаком, потому что в предыдущих видео я показывала кобальтовые изделия. Вот с таким рисунком, такой матовый тон золота. Очень смотрится благородно, красиво и в идеальном состоянии подсвечник. Такой вот шестиконечная звезда. Конечно, когда собирается вот в общей, да, коллекция кобальта, это, конечно, смотрится очень красиво, благородно, гармонично. Вот, ну, конечно же, кобальт не стоит мешать с белым фарфором, потому что он совершенно другой, да. И, конечно, когда я вот вставляла свою витрину, я туда кобальт не поставила, потому что он не вписывался никак, никаким образом, хотя у меня есть очень красивые изделия из кобальта, но они будут ждать другого места. Поэтому кобальт, конечно, нельзя смешивать ни с чем, потому что он просто не впишется с белым фарфором, с цветным фарфором. Ну, по крайней мере, это только мое мнение, мне так кажется. Далее опять вот такой красивый подсвечник. Обратите внимание, какая красивая форма, геометрия. И в идеальном состоянии просто новая вещь, ни разу не использовалась. Вот такая вот красота. Написано, что ручная работа, кобальт, невероятно красивый. И вот такой вот небольшой вазочкой в форме кувшина. Тоже с красивым мельчайшим рисунком из золота на кобальте. И внутри тоже все кобальт. Та же самая фирма. Ну, пробежимся давайте еще по кобальту. Хотела показать отдельно, но обратите внимание, я вначале как-то не понимала. Вот кобальт и вот эти вот... Я до сих пор не могу понять, то ли это фарфор, то ли что это такое, я не знаю. Вставленные вот эти вот винтажные, как на брошах, господи, кристаллы. И вот такой графин. Довольно-таки высокий. 20 сантиметров, по-моему, он. И та же фирма, что и предыдущие предметы. Но купила, потому что многие люди смотрела другие ролики, видела, как это все нравится людям. И поэтому я, конечно, приобрела, хотя немножко это не мое. Вот эти вот вставочки. Но сейчас смотрю, конечно, смотрится это очень красиво. Так, вот такая ваза чуть поменьше. И вот третья ваза, это вот такая форма. Вы уже помните, в предыдущем видео показывала с золотом такая же вазочка. И тоже такой же дизайн, одинаковый абсолютно. Только вот эта ваза уже в другом исполнении. Конечно же, смотрится абсолютно по-другому. Немножко изменили, и вещь по-другому заигралась и показывает себя в другом свете. Вот такой вот шикарный кобальт. Но это еще не все. Я вам сейчас покажу что-то еще, которое, честно говоря, у меня прям... У меня были такие вещи, но вот эта ваза просто не размера впечатлила. Сейчас вы все сами увидите. Вот, видите? Посмотрите, какая она большая. Она около 30 сантиметров в высоту. Вот эти вот розы. Клеймо такое же, как на сервизе, которое я показывала вам из кобальта. Здесь, наверное, приблизительно она 20-21 сантиметра в диаметре. Очень красивая форма горлышко. Такая немножко есть грани. Ваза просто с ног сшибательная, красивая и удивительная. Она прям большая. Хотя, возможно, камера не придает объем. Но вот прям ваза действительно очень большая, красивая. И она, конечно, сразу у меня... Глаз упал на нее. Я не собиралась ее покупать. Но когда я увидела, я не смогла устоять, потому что я понимала, что мы, наверное, может... Неизвестно, сколько мы просидим дома. И поэтому я, конечно, забрала эту красоту. И теперь нисколько не жалею, потому что смотрю, любуюсь. Вот. Это все в аварии у нас. Следующее блюдо у нас вот такое вот... Такая вот ладья. Это арцберг. Конечно, есть сход. Она не в идеале, но она без сколов, без трещин. Но, конечно, есть сход золотом. Очень красивое блюдо. Ну, вы знаете, я когда вижу, что такое изделие, которому больше 50 лет, и вот эта вот потертость, она придает даже какой-то шарм. Изделию. Белоснежный фарфор. Прекрасный рисунок. Надеюсь, клеймо видно хорошо. Довольно-таки оно большое. Такой великолепный сервиз от Карль Тильша. Ну, вот в таком составе. Дошел до нашего времени. Я думаю, что это был очень большой сервиз, потому что здесь два кофейника. Я думаю, что было 12, либо 24 персоны. Но нету ни сахарницы. Вот только такой состав. Три чашки и два чайника. Состояние, конечно, очень хорошее, без потертостей. Но остальные части сервиза отсутствуют. Это конец 19-го, начало 20-го века. Очень красивый рисунок. Эти вот вьюны. Я очень люблю. Меня тоже все время на даче. Сажают цветочки по забору. И они заплетают всю сетку. И очень красиво цветут. И когда увидела, Хуберт сказала, ну, я не знаю, будет, он не полный. Я все-таки сказала, давай мы его возьмем, потому что все-таки это Карль Тильш. И, возможно, возможно, кто-то захочет приобрести его вот в таком составе. Ну, нету, значит, останется у нас. Очень интересная ручка. Ну, и напоследок такой десерт, скажем так, видео. Это вот такое вот такое небольшое блюдо плоское с очень красивым орнаментом. Ой, очень красивым рисунком. Бабочки, красивые цветы, розы. Я не знаю, похожие на шиповник, но тем не менее, что, ну, похоже все-таки на розы. Такие вот фантазийные цветы. Очень красивый дизайн. Это у нас тарелка антикварная от Розенталь. Обратите внимание, как красиво сделан декор, ручка. И вот такие вот, по-моему, сколько там? А, 5 розеточек. Все, мой телефон устал. Вот такая красота. Очень тонкий фарфор и очень легкий и белоснежный. Очень красивый этот вот сет. Мне очень, конечно, понравился. Все, друзья. Всем мира и добра. Оставайтесь здоровыми и ждем следующую серию. Это еще не все. Пока-пока.